На летней резине по зимней дороге. Что ждет за это водители? Реальный штраф или это далекая перспектива? Обсудили в Совете Федерации. С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Когда будет принят федеральный закон, регламентирующий санкции за использование летней резины на зимних дорогах, присвоение аэропорту Наринмара статуса узлового и доступность денежного ресурса для бизнеса. Эти вопросы сенаторы от Ненецкого округа задали первому вице-премьеру России Игорю Шувалову в рамках правительственного часа, который прошел в Совете Федерации. Напомню, наш регион в Верхней Палате Российского парламента представляют Вадим Тюльпанов и Евгений Алексеев. Отвечая на вопрос сенатора Вадима Тюльпанова, вице-премьер назвал упущением то, что законопроекта внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях до сих пор не был рассмотрен в Нижней Палате Российского парламента даже в первом чтении. В случае принятия законопроекта административный штраф за несезонные шины в зимнее время будет составлять до 2000 рублей. Законопроект дает регионам право корректировать временные рамки зимнего сезона в зависимости от климатических условий. Член Совета Федерации от собрания депутатов Ненецкого округа Евгений Алексеев задал вопрос о доступности денежного ресурса для бизнеса, кредитов с пониженной процентной ставкой. Отвечая на вопрос сенатора, Игорь Шувалов отметил, что сегодня мы пережили очень высокие темпы экономического роста. Страна избавилась от нищеты, нам удалось многого добиться. Но, с другой стороны, мы расплачиваемся достаточно жесткой посадкой и реорганизацией всего народного хозяйства и переживаем высокую инфляцию и высокие процентные ставки. Это будет длиться определенный период времени, но по денежно-кредитной политике, которую представляет Центральный банк, мы намерены добиваться более низкой инфляции, вплоть до 4% в среднесрочной перспективе. Это означает, что банковские кредиты будут стоить уже других денег. Также в адрес вице-премьера от Евгения Алексеева были заданы вопросы, касающиеся жизни округа. В частности, о присвоении аэропорту Нарьинмар статуса узлового. Вторая озвученная проблема касалась финансирования предстоящей реконструкции аэродрома Нарьинмар. У нас просто планируют заменить плиты. И вроде бы как и правильно. Но в Аризоне это и лучше было бы параллельно существующей вот этой полосе взлетно-посадочной построить монолитную полосу. Потому что получается, что если перекладывать плиты, там попадает в соответствии с изменившимися требованиями рулежная дорожка. Ее необходимо переносить. Переносить здание КДП. То есть вроде как плиты бы поменяли и решили проблему. А там тянет еще масса вопросов. Но вот учитывая то, что 30 секунд сегодня вопрос был, я конечно не мог подробно все это ему изложить. Но я отправлю письмо, в котором вся эта позиция была изложена. По словам первого заместителя правительства России, эти вопросы будут рассмотрены в рамках стандартных правительственных процедур. На одном из месторождений округа произошла внештатная ситуация. Потушили резервуар с горящей нефтью и предотвратили экологическую катастрофу. Специалисты Южного Хельчуева отработали на отличном. Опасное средство передвижения, чем рискует пассажир, садясь в таксием, узнавала наша съемочная группа. Потушили резервуар с горящей нефтью и предотвратили экологическую катастрофу. На Южном Хельчуев седьмой раз прошли комплексные учения нештатных аварийно-спасательных формирований «Лукойл Севернефтегаза». За действиями нефтяников наблюдали сотрудники МЧС, Комитета гражданской обороны и Росприроднадзора. В эпицентре события оказалась наша съемочная группа. Внимание, второе отделение на выезд. Сработка сигнализации в общежитии номер один, первый этаж. По ЖДП раздается звук сирены. Огнеборцы тут же буквально влетают в боевки, запрыгивают в пожарную машину и выезжают на место происшествия. Вспышка паровоздушной смеси внутри резервуара с подрывом и разрушением крыши. По зеркалу резервуара горит нефть. Автоматическая система пожаротушения и сухотробы вышли из строя. Такова легенда учений на месторождении Южное Хельчью. На место происшествия тут же прибыли пожарные расчеты с нештатным аварийно-спасательным формированием. Вслед за ними прибыли огнеборцы из добровольной пожарной дружины промысла. Теперь необходимо охладить горящий резервуар и ликвидировать возгорание. Пока одни с помощью воды охлаждают емкость, другие готовятся нанести контрольный выстрел по огню. И вот начальник пожарного поста дает команду начать пенную атаку. Причиной аварии могло быть все что угодно. Разряд статического электричества не неисправность контрольно-измерительной аппаратуры или нарушение допустимого уровня хранения нефти. Впрочем, сейчас главная задача все же устранить возгорание. И вот пожар ликвидирован всем службам и подразделениям отбой. Это была всего лишь первая часть учения на тушение пожара на резервуаре с нефтью вместимостью 20 тысяч кубических метров. Было задействовано 5 дней с пожарной техники и 2 вспомогательной. 30 человек. Оценка специалистов 4 с плюсом. С пожаром справились. Второй этап учений не менее сложный. Поступила информация, что при проведении планового осмотра технологических трубопроводов обнаружено нарушение целостности корпуса резервуара на 5 тысяч кубов. Как следствие, утечка товарной нефти в большом объеме на поверхность почвы и в реку Иритарка. Здесь нефтяникам предстояло отработать навыки по локализации, сбору и утилизации условного разлива нефти. Операция по ликвидации разлива нефти длилась не больше часа. В нештатное аварийно-спасательное формирование промысла Южная Хельчью с задачей справилась. Впрочем, при возникновении нештатных ситуаций, которые могут нанести вред окружающей среде, важно не только ликвидировать аварию. Важно после уже непосредственно аварийного разлива нефти, его необходимо не только ликвидировать, но и обратить внимание, что произошло с окружающей средой, мониторить ситуацию, брать пробы воды и рассчитать ущерб, который был окружающей среде нанесен. В целом же комплексная тренировка показала, что сотрудники Южно-Хельчьюского месторождения к ликвидации аварий готовы. Такую оценку дали наблюдатели учений. Такие учения на самом деле, особенно на таких потенциально опасных объектах, как нефтяные месторождения, проводить нужно регулярно, чтобы личный состав аварийно-спасательных формирования пожарных частей, пожарных постов, чтобы они были готовы к действиям в экстремальных условиях. Оценка, конечно же, положительная. Безусловно, не спорю, надо такие учения проводить и как больше привлекать внимание других и общественности, и специалистов с округа, чтобы они ознакомились по своей профессии, конечно. Ну, понравилось, молодцы. Ну а следующие комплексные учения нештатных аварийно-спасательных формирований пройдут по традиции через год на одном из промыслов ТПП «Лукойл Севернефтегаз». Алина Волчейская, Александр Дуркин, телеканал «Север», Южная Хольчью, Нинецкий автономный округ. Самый опасный вид транспорта отнюдь не самолет, а обычное такси. Такие данные приводит популярный интернет-портал. В опросе респонденты негативно высказывались об уровне профессионализма водителей. Лихачат на дорогах, как шумахеры, и не соблюдают элементарных правил ПДД. Статистика, кстати, это подтверждает. На Ринмаре, например, только за 6 месяцев по вине водителей такси произошло 21 ДТП. Для небольшого города, говорят эксперты, цифра настораживающая. Олег Котанзейский о причинах аварий и не только. В этих столкновениях виновниками признали таксистов. Теперь обратите внимание на внешний вид их машин. Две из трех принадлежат официальным перевозчикам. Все как положено. Название фирмы, логотип и номер телефона. А значит, казалось бы, водители за рулем опытные. Но роковая ошибка допущена. Согласно данным ГИБДД, в Наринмаре официально могут работать всего 6 фирм по перевозке пассажиров. Но на деле их больше 10. То есть многие компании не имеют права этого делать. Таксисты работают нелегально. Их не останавливает даже отсутствие лицензии. За полгода текущего года произошло с участием такси 21 дорожно-транспортное происшествие. 18 дорожно-транспортных происшествий по вине автомобилей такси. Основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий является несоблюдение скоростного режима, непредоставление преимущества движения транспортных средств, ну и несоблюдение дистанции. И речь здесь идет только об официальных перевозчиках. Сколько аварий с участием таксистов, в том числе нелегальных, происходит на самом деле, остается только догадываться. Степан Зайцев службу такси организовал полгода назад. В автопарке уже больше 10 машин. Чтобы сесть за руль, водители проходят строгий отбор. Беседуют с руководителем фирмы, решают тесты и показывают свое мастерство в вождении. Обязательное требование. Шофер должен иметь стаж управления автомобилем как минимум не менее трех лет. Первостепенная задача, чтобы клиент был уверен, что садясь в такси, он доедет до конечного пункта в целости и сохранности. Если автомобиль неисправен, то это уже определенный риск для нашего пассажира. Перед выходом в рейс водители обязательно проходят медицинский контроль. Если у человека высокое давление, путевой лист уже не подпишут. Что касается смены, то ее длительность не больше 12 часов. Затем таксисту положен отдых. Мы отказались принципиально от круглосуточных смен. Наверное, вслух это вообще произносить нельзя. Круглосуточные смены. То есть человеку надо спать, отдыхать минимум часов 6. Мы не можем себе позволить выпустить уставшего, нездорового или, не дай бог, пьяного, не важно, алкогольный или наркотический пьяного водителя. Впрочем, большинство фирм, в том числе официальные, правила не соблюдает. Этот человек в такси проработал почти год. На нарушения там откровенно закрывали глаза. По понятным причинам он не захотел показывать свое лицо. Да, работать некому было. Поэтому убрали. Иногда бывало людей, у которых стажа как такового нет. Только после автошколы даже были случаи. Как оказалось, устроиться в службу такси дело простое. Позвонил, рассказал о себе, и ты уже в штате. Работодатели не смущают даже то, что у человека стаж вождения всего 2 года. Напомню, по закону это недопустимо. Два года сойдет? Немало? Ну, нет, два года нормально сойдет. Там сейчас отменили этот закон. Просто сами-сами пообщаемся, посмотрим. Следующая фирма также охотно согласилась взять меня на работу. Но здесь опыт вождения снизил уже до одного года. Ну, то, что год, в общем, в принципе, можно, да? Ничего страшного. Ничего страшного. Медкнижки, к слову, не требуют ни в одной фирме по перевозке пассажиров. А жаль, в Барнауле таксист больше года работал с открытой формой туберкулеза. Он заразил нескольких человек. В подобных ситуациях чаще всего не наказать так называемых частных извозчиков. Клиентов они поджидают в основном возле автобусных остановок. Вот сейчас за моей спиной некоторые таксисты, на чьих машинах отсутствуют антенны, работают без лицензии. То есть они сейчас нарушают закон. В простонародье их называют бомбилами люди, которые работают сами на себя. Но, как правило, привлечь к ответственности таких шоферов практически невозможно. Но кто докажет, что ты вез не родственника, а незнакомого человека? Чтобы не оказаться жертвой такси, выбирайте только проверенные фирмы. Это сбережет вашу жизнь. Олег Котанзейский, Александр Дуркин, Андрей Котов, Телеканал Север. Учителя из Нинецкого округа отправятся в Москву. В Кремлевском дворце наши учителя примут участие в церемонии награждения финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года». Лучшие учителя региона получили заслуженные награды и премии президента России губернатора Нинецкого округа. В преддверии профессионального праздника Дня учителя на сцене Дома культуры прошел торжественный вечер. Там чествовали шесть педагогов из социально-гуманитарного колледжа и школ Наринмара и Красного. О заслуженных учителях Любовь Пермякова. Эльвира Петровна преподает у нас с пятого класса. Я ценю в ней то, что она в какой-то мере и строгая, и в какой-то мере может пойти на уступки к тебе. Эльвира Петровна очень хорошая учитель. Эльвира Карипанова – та, о которой ребята могут рассказывать часами, строгая, но справедливая. Именно так характеризуют ее ученики. Ну и, наверное, требовать тоже от них. То есть, когда от них требуешь дисциплину каких-то, пытаешься, чтобы они учили и занимались, то, наверное, тогда будет какой-то результат. Я, наверное, с детства хотела стать учителем. И у меня в школе были замечательные учителя. И я хотела быть похожим, наверное, на них. И мне хотелось быть, ну, вот учить именно детей, общаться с детьми. То есть, мне казалось, это романтичная такая профессия. Эта романтика длится уже 15 лет. Именно столько Эльвира Петровна работает учителем информатики. В этом году она стала абсолютным победителем и лауреатом премии президента Российской Федерации. Учителем информатики средней школы номер 5 города Новеймара. Таких, как Эльвира Карипанова, лучших представителей педагогического сообщества на торжественном вечере в Арктике поздравил глава региона Игорь Кошин. В округе живут и работают потрясающие люди. Меня всегда удивляло, как представители вашей профессии могут одновременно иметь такой огромный эмоциональный задор, знания, такой профессиональный драйв и в то же время обладать огромнейшей выдержкой. Игорь Кошин отметил, что показателем эффективной работы педагогов является успехи их учеников. Наши ученики на региональных, федеральных, да и международных различных мероприятиях занимают одни из самых высоких мест. Спасибо управлению образования, которое имело и городское управление образованием, и окружное. Всегда находило средства, чтобы наших детей отправить на всякие конкурсы российского уровня. И поэтому мы здесь сейчас. Наши дети достойно представляли наши школы, а мы все им помогали в этом. Светлану Дуркину, педагога школы номер один, за большой вклад в развитие науки и образования, многолетнюю плодотворную деятельность, указом президента наградили почетным званием заслуженный учитель Российской Федерации. А ее коллеги пять педагогов стали лауреатами ежегодной премии губернатора Ненецкого округа в 2015 году. Среди них учитель истории Красновской школы Людмила Тилкова. С детства мечтала стать учителем учить детей, давать образование. Мне вообще нравится творческая деятельность, воспитывать в них чувство патриотизма, любовь к родине. Поэтому выбрала и пошла учителем истории. По словам Людмилы Тилковой, воспитывать, творить и любить – это основные принципы любого педагога. И с ней соглашаются не только окружные, но и российские коллеги. Кстати, лучший из них встретится 5 октября в Государственном Кремлевском дворце. Там состоится церемония награждения финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года». Для участия в торжественном мероприятии от Ненецкого автономного округа делегированы четыре педагога. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Детский дом Наринмара распахнет свои двери для потенциальных родителей. 4 октября пройдет традиционный день открытых дверей. В его рамках пройдут мастер-классы, игры на свежем воздухе, консультации со специалистами и праздничный концерт. Главная цель – устроить детей в семью. День открытых дверей в детском доме пройдет в пятый раз. В этом году учреждение распахнет свои двери для будущих родителей и неравнодушных жителей региона во второй раз. Практика показывает, что такие мероприятия – один из действенных методов устройства в новые семьи детей, которые остались без попечения родителей. Знаете, один у нас пример пока есть такой достаточно показательный. Как раз в 2013 году пришла семья, посмотрела девочку и приняла для себя решение, что они готовы взять ее на воспитание. Так как девочка у нас воспитывается в детском доме не одна, а еще у нее есть братик и сестричка, то такую возможность эта семья тоже рассмотрела. В этом году день открытых дверей станет уже вторым по счету. В 10 часов начнутся творческие мастер-классы. В них будут участвовать дети и взрослые. С 11 до 12 запланированы прогулка и спортивные игры на свежем воздухе. В 14.30 пройдет заседание клуба потенциальных родителей. В его рамках выступят специалисты – педагог-психолог, дефектолог, логопед учреждения. Они расскажут о социальной поддержке, которая оказывается семьям, взявшим ребенка на воспитание. Праздничным завершением станет концерт, на котором свои номера покажут воспитанники. Я буду выступать с малышами, буду петь песню «Ах, какая осень», буду танцевать с малышами в кругу. Выступать, чтобы людям было приятно, весело, чтобы улыбались. Сейчас в детском доме воспитывается 42 ребенка в возрасте от 3 до 12 лет. Далее прогноз погоды.